Ребят, hello, всем здрасте, как всегда. Поднимается рука. Ну что, продолжаем с вами разговор о ЕГЭ. Судя по статистике на моем канале, это наиболее просматриваемые видео. Видимо, мне действительно получается доходчиво доносить материал до вас, и мне это приятно. Мне радостно от того, что мои видео действительно помогают кому-то. Решила сделать еще одно видео на тему ЕГЭ, потому что в последнее время ко мне добавляются ребята в соцсети, и спрашивают почему-то о том, как запоминать правильные слова, о методиках, какие эффективные, какие неэффективные, и упоминают при этом, что в этом году им сдавать ЕГЭ по английскому. На что я очень обычно подробно отвечаю и пытаюсь переводить какие-то доводы, как-то, в общем, распинаюсь на эту тему. Решила, поскольку этот вопрос действительно затрагивает многих, как-то донести до вас некоторую информацию для тех, кто именно готовится к ЕГЭ в этом году. Что хочу сказать. В первую очередь, ЕГЭ, именно формат этого экзамена, он вовсе не о количестве слов, которые у вас засядет в голове, и уж тем более не о количестве голых слов, которые просто тупо запоминаются, какой-то пассивный вокабуляр ваш записывается, где-то далеко-далеко на задворках вашего мозга будут находиться. Это совершенно не об этом. ЕГЭ, на мой взгляд, все больше о грамматике и о грамматических конструкциях, больше о понимании именно языка в другом смысле. Почему-то в России принято считать, что наличие определенного запаса слов является гарантом того, чтобы вы осознали язык. Вот оно, пришло осознание ко мне иностранного языка. Но, на мой взгляд, это не так. Может быть, кто-то это опровергнет, конечно. Я здесь вещаю свою точку зрения, конечно же. На мой взгляд, все больше речь идет о грамматике. Вернемся к ЕГЭ. И мне хочется поделиться важными темами для подготовки к ЕГЭ. То есть это, безусловно, не все то, чем вы должны владеть к 11 классу. Нет. Но это основные темы, которые запрашиваемы именно на этом экзамене. Итак, что же вам поможет сдать ЕГЭ на отлично, на 100 баллов? Что же вам поможет? Сейчас вам расскажу. Прошу прощения, я буду пользоваться своим синеньким другом. В подсказке я использую учебник Макмиллана, который разработан специально для подготовки к ЕГЭ. Здесь, собственно, и собраны все основные грамматические темы для подготовки к этому экзамену. И тесты как раз-таки уровня нашего экзамена. Что хочу сказать? В первую очередь о временах. Начнем с вами с времен. Безусловно, нужно знать все времена пласта present, past, future. Здесь дается довольно обширный спектр этих времен. И, в общем-то, все они важны и нужны. Present – это present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. И в этой же связи, state of verbs – это глаголы, чувства и восприятие, те, которые не используются в континиусе. То есть, что удобно в этом учебнике, что здесь все сгруппировано. То есть, это вот как раз-таки очень удобно для тех, кто за небольшой срок готовится к экзамену. Далее тема past times, past simple, past continuous, past perfect simple, past perfect continuous и future in the past сюда же, да, входит. Наверное, времена пласта past, да, вот именно прошедшие времена, они наиболее сложные для восприятия чего-то. То есть, здесь как бы стоит получше поработать, поскольку в ЕГЭ очень много сложных конструкций и действительно много заданий, где необходимо поставить глаголы в нужную форму. И зачастую это именно прошедшее время. Поскольку тексты, которые даются, они в основном повествовательного характера, то есть, да, кто-то что-то рассказывает, либо это какой-то рассказ о прошедших событиях, об исторических событиях, то здесь зачастую именно прошедшие времена будут в ходу для вас. Времена пласта future. Здесь не так много сложностей. Мне кажется, вообще будущее время самого в себе, вот простое будущее время future simple, это самое простое время, самое простое, на мой взгляд, артикли. Безусловно, артикли, без них никуда, ни в устных ответах, потому что отсутствие артиклей, конечно же, является такой большой ошибкой и свидетельствует не только о вашем волнении, но и о незнании. Существительные countable and uncountable, да, исчисляемые и неисчисляемые. Далее, основной темой является, конечно же, это условные предложения. Три типа условных предложений, их нужно знать железно. Первый, второй, третий. Конечно, хорошо бы еще и знать и mixed conditionals, да, это смешанные типы, но для ЕГЭ, мне кажется, достаточно и трех. Если вы действительно их усвоите на отлично, то вот я, конечно же, говорю о подготовке за небольшие сроки, полгода, год. Модальные глаголы, конечно же, их никуда не обойти стороной. Их нужно знать и понимать, как они изменяются, допустим, в прошедшем времени. Ну, какие глаголов есть, формы прошедшего времени, а какие остаются без изменений. Спассивные конструкции, безусловно, нужно знать. Прямая косвенная речь, от нее никуда не деться. Также везде отсюда вытекает, собственно, правило согласования времен, которое также поможет сдать ЕГЭ. Инфинитивные конструкции, герундии также должны быть усвоены. Вопросы, вопросительные предложения и порядок слов. Порядок слов – это тоже важная тема, поскольку и в письменных заданиях, и в устных это тоже немаловажно, поскольку вы знаете, что в английском языке у нас устойчивый. Порядок слов в отличие от русского, да, где мы можем говорить. И я люблю тебя, люблю тебя я, тебя я люблю. И от этого как бы смысл не изменится, только, по сути дела, все будет зависеть от того, куда я хочу поставить ударение, да. В английском же языке все наоборот, к сожалению или к счастью, там устойчивый порядок слов, его нужно знать на зубок. Так, на этом, наверное, все. Это вот основные и самые важные темы. Безусловно, я не перечисляла весь спектр. Это просто вот самые-самые, что есть важные темы, которые должны быть у вас в голове на 100 миллионов процентов усвоены. При подготовке к единому государственному экзамену, особенно за небольшой срок, да, условно небольшой срок, это год или полгода, вы должны здесь уже работать точечно и не распаляться, не начинать с самых азов. Безусловно, я не берусь говорить, что за полгода подготовится человек с нулевым уровнем английского языка. Это, конечно же, я навру вам нагло. Нет, но определенная база, да, определенная база школьная, конечно же, должна быть. И что немаловажно, немаловажным здесь является и знание русского языка, как ни странно, потому что зачастую проводится параллель между русским и английским языком. Гораздо проще общаться с человеком, который владеет категориями русского языка, такими как подлежащие, сказуемые, второстепенные члены предложения, дополнение обстоятельства. Объяснить аналогии гораздо проще. Ну, что я хочу сказать, наверное, на этом все, друзья. Это вот основные такие моменты, которыми я хотела поделиться. Желаю вам успехов, постараюсь снимать побольше видео. Спасибо большое, что смотрите. Для меня это очень ценно и важно. Надеюсь, мои видео полезны для вас. Всем хорошего дня. Goodbye. See you soon.